сегодня у нас по плану должен был быть прямой эфир где отвечаю на ваши вопросы выхожу онлайн с вами болтаем на сегодня я думаю что лучше записать экстренное видео потому что происходит на рынке криптовалюты на ранее вы могли видеть предупреждение что может пройти вот такой вот обвал на моем канале однако я говорил что не думаю что это вал перерастет сразу в падении ниже трендовой линии где уже ниже трендовой линии можно набирать шарты однако по всей видимости обвал прошел тут вариант есть что это был ложный пробой сейчас не закрепляемся отрастаем конечно его то что он говорил он может отработать еще однако появились дополнительные факторы которые могут говорить о том что вероятно тренд будет сломлен и дальше ничего хорошего ждать не стоит от крипты я уже встал в short на 25 процентов от объема в нашей закрытой группе инвесторов был была информация по этому поводу плюс я давал несколько сигналов нашей группе которая уже не актуальна надо было соответственно прислушаться момент когда их давал однако в этом видео дам еще один сигнал тоже на шорт монетки bitcoin кэш сейчас покажу давал в группе сигнал шорт эфириум classic после пробоя вот выделенной зоны красный тут соответственно получается ложный восходящий треугольник пробой вниз от пробоя там процентов буквально 10 вот вот этот диапазон и после диапазона в любом случае любого этот падение можно брать в шарты кто брал там соответственно сейчас 15 процентов почти что 14 половиной в моменте можно было даже 22 но я думаю что на этом она не закончится там по ситуации кто-то фиксирует кто-то еще сидит плюс давал еще некоторые монетки типа того же эфириума но там не было такого четкого сигнала в тип того же зи кэша до пробоев от этого вот клина вниз но тут не было таких четких сигналов просто давал мысли что это может произойти и четкий сигнал был по эфириум классику по эфириуму говорил что-то расширена волатильность ожидал что как и bitcoin от него отскочит еще один какой-то заход вверх даст но обратите внимание расширена волатильность закрылась вниз очень хороший паттерн на продолжение снижения объема огромные скинули просто массово вот здесь вот закупились массово будут распродали просто по горизонтальным объемом обратите внимание то есть это тотальная распродажа соответственно bitcoin тоже падает какой значит фактор у нас есть сейчас который может привести к дальнейшему падением это падение фондового рынка то есть мы видели начало падения биткоина без участия фонды она просто росла росла бешено росла и я соответственно по этой причине в том числе думал что будет какой-то еще отскок один просто вынесут стопы лангистом сюда шартистов завлекут все еще такая ситуация может произойти но они уже прямо очень сильно вниз зашли и все сложнее с каждым днем будет сейчас развернуться и пойти наверх фондовый рынок падать начал и падать начал сильно за первый день падения он без учета того что он с г какычу не сами с открылся он закрылся минус почти 3 процента если учитывать с глобом закрылся минус 3 с половиной моменте ходил на 4 процента вниз за второй день в моменте ходил на еще три процента вниз но закрылся под конец дня и на 0 8 процентов в итоге ушел вниз иазнайте себе вопрос если мы говорим про то что рынок здоровый а почему мы выросли на новый хай на новый максимум то есть перехали тот момент который был начале года установлен максимальный и сколько дней мы росли на новом переха и все у нас замечательно а тут банк за два дня просто весь прибыль всю прибыль просто в ноль съела но сейчас чуть чуть выше все равно она торгуется сколько там до открытия на со сегодня воскресенье сегодня суббота окей посмотришь и будет понедельник и вот пока тут в понедельник непонятно что будет крипто торгуется ну и да вот сейчас будет опасно выходные непонятно что происходит как не определенный волки нас может быть большая нужно быть осторожным но падение началось тоже без фондового рынка то есть сначала она здесь пошла потом уже деньги ушли с фонды может быть тут продолжится то же самое и кстати если крипто сейчас полетит вниз я все-таки бы посмотрел на фонду с точки зрения того что вероятно в понедельник она откроется с гэпом вниз сильным вот и что касается сигналов сейчас bitcoin каш обратите внимание вот эта зеленая зона это я когда-то выделял по-моему я говорил что можно в теории подбирать хотя сейчас я бы вообще удалил нафиг потому что никаком подборе речь не идет если вот она вот так выглядела потом обвалилась какой-то двойное дно может быть его и набирать можно было на учитывая что монета никуда не пошла абсолютно когда там айти сектор дал колоссальные проценты и даже bitcoin что-то дал какие-то ли ты тоже там подросли биткойн каш вообще ничего не дал слабая монета сейчас задам пицца его просто в полу шатают вот сильная зона сильный уровень видите все объем были от него тут сильная была защита и вот эти все объемы это давайте вот так бежим покажу вот эти все объемы они могут выйти на пробои кто-то останется да кто там долго срок но во-первых после пробоя этой зоны будет меньше покупателей меньше спроса и увеличится предложение это не все предложение понятно но предложению увеличится увеличится сильно не знаю насколько но объема колоссальная уровень четкий уровень мощный и даже если сейчас набирать с расчетом того что уровень все-таки пробьет не на пробой брать может а может быть резкое падение начнется а вот если даже сейчас брать ну докуда бы я ждал если сильно не жадничать ну процентов 26 можно словить тут вопрос в другом а стоп куда поставить это да но если не жаль чуть 26 можно побольше на уровень второго дна все 30 36 но с учетом того как в рынок себя показал как остался bitcoin кэш там будет перелом может быть прям сильным перелом несколько раз может у половиниться но тут нужно быть внимательным осторожен и до этих упал винивания может сходить ходить еще вверх вниз над понятно то есть там может быть волатильности могут выбивать стопы будьте осторожны и аккуратны спонсором этого видео является обменник криптовалют change coins я вам уже про него рассказывал здесь можно выбрать крипту выбрать карту можно брать карту выбрать крипту то есть либо покупка либо продажа крипты с карты переводы с разных платежных систем на другие платежные системы то есть того же тиньков на сбермах можно перекинуть через обменник тоже по желанию но в основном их используют эти обменники для того чтобы менять крипту покупать продавать обратите внимание на то что этим обменником я тоже пользовался в том числе потому что он входит в топ без ченч и вот я периодически туда захожу и пользуюсь топовыми обменниками но в чем преимущество чинчкоин по сравнению с остальными обменниками это то что учить coins есть лояльность есть лояльная система скидок и кэшбэков с каждого обмена вы получаете кэшбэк базовый 10 процентов от комиссии этого сервиса никто такого не дает плюс здесь есть еще повышенное поощрение лояльности если вы провели какой-то обмен сделает ли вот как я допустим интеграцию в соцсети отдельно видео в соцсети выложили вам еще и дополнительный кэшбэк начислят все вопросы все подробности смотрите на сайте ченчкоин ссылка будет в описании можете меняться криптой на рубли рублями на крипту без проблем приходится очень быстро что касается сделки обратите внимание это сделка из моего из моей серии видео про реальный трейдинг про онлайн трейдинг кто не видел подпишитесь на канал посмотрите я в одной серии видео кто называется онлайн трейдинг показываю как открываю сделку как я веду какие эмоции какие мысли доставлю стопы где ошибки и так далее это я все рассказываю и следующей серии будет вот эта сделка текущая которую я взял в шорт здесь я торгую на у кекс я взял в шорт дальний bitcoin фьючерс с плечом x5 как обычно стандартная беру все шорты все ланге здесь на 2000 долларов плечу x5 соответственно 10000 позиция 2000 маржа то есть я по этой рубрике всегда беру такие сделки ну вот соответственно в этот раз разве что это будет длинная сделка то есть я обычно там торгую на минутках буквально в течение часа двух-трех самый рекорд нас был там пять часов вот тут вот подольше будет тут я думаю что несколько дней посижу и выпущу видео на эту тему так что и тут я тоже в шортах тут пель 170 такой пель я обычно не дожидался внутри дня там час-два прошел я меньше фиксировал но я думаю что здесь можно будет заработать даже в рамках этой рубрики но ту же тысячу долларов спокойно вот как то так так что дал вам сигналы дала мысли опасения что касается рисков это повышенная волатильность то что сейчас будут выходные непонятно что на фондовой бирже может еще выбить но в теории если на фондовой бирже понедельник продолжается эта паника я думаю что шанс есть и шанс высокий здесь в любом случае будет дальнейшее падение плюс пробили трендовые на тренда вы меняются вам говорил смотрите обучающий контент на канале если вы не слышали не видели то есть это можно и вот так вот конечно поменять она сейчас отскочит и пойдет куда туда наверх но если четко нижние вот этих ладла и взять если провести его а в том числе 100 м и по мувингом сейчас одно как раз крис к среднем цена подходит к зоне 8 700 9 800 объема здесь были как видите большие люди которые сидели вот здесь вот закупались не продали на текущем уровне они сейчас возможно будут выходить в безубыток то есть это еще один дополнительный риск хотя другой стороны могут конечно позиции начинать защищать но я думаю что не в текущей рыночной ситуации когда фондовый рынок валится есть я смотрю все таки по медвежий на рынок и в том числе с рубрикой даже где показываю реальный трейдинг онлайн трейдинг я тоже встал в шорт позицию на длительный срок обычно до этого делал там в течение часа двух-трех что же мысли высказал ссылки будут все полезные нужны в описании в частности ссылка в описании будет на мой телеграм-канал там я даю информацию по инвестициям по своим результатам инвестиций по трейдингу в том числе много до информации о том что сейчас в мире происходит о кризисе это очень важно сейчас информация и благодаря ней я думаю хорошо заработаю мои подписчики тоже хорошо заработают нас 14000 я думаю что вам это тоже тоже будет полезно интересно подписывайтесь заходите плюс мы с крипто биржевых якс периодически проводим конкурсы тут информация по ним тоже естественно есть ссылка в описании также ссылка в описании будет на мой инстаграм в инстаграме я показываю свою жизнь плюс отвечу на вопросы в story сможете в story задать вопрос я на него отвечу что же всем удачи всем пока